Носорог. Носорог? Зачем тебе надо носорог? Надо. Зачем? Я тебя просил. Пожалуйста. А можно я буду готовить кушать, когда я мама? Можно. Но носорог, ты понимаешь, что он на всю квартиру будет у нас. Он будет занимать полкомнаты нашей. А как о этом, знаешь, сколько? Да. Лопаты убирать надо. Носороги живут, да, носороги живут только... В зоопарке. В зоопарке. В парке. В парке нет, в зоопарке. В парке. Пусть будет в парке. Ну, пусть будет в парке, хорошо. Ну, дома их жить... Дома нельзя, чтобы они жили. Ну, ты же мне обещал. Что обещал? Миланя, что ты хочешь гуглить? Миланя, что ты хочешь гуглить? Милаш, что тебе загуглить надо? Настюша, что Миланя хочет загуглить? Ну? Носорога загуглить. Носорога загуглить? Так я тебе и так скажу, носорог нельзя, чтобы жил дома. А лошадку можно? И лошадку тоже нельзя. А змею можно? Змею тоже нельзя. Можно. Ты гуглила уже? Мы купим большую змею. Так она ночью тебя может задушить. Она может вылезти из клетки и задушить тебя. Нельзя задушить. А я вот так. А Мотя вам что? Куда мы Мотю денем? В зоопарк. Мотю в зоопарк? Нет. В лес. В лес? Так он умрет в лесу. Его нельзя в лес. Можно. Нет. А мы заведем его. Разве можно? Это же член семьи наш. Мотя наш член семьи. Нет. Да. Он вас любит? Ты что, Мотю, не любишь что ли? Не любишь? А чего по утрам ты его зовешь, чтобы он к тебе подошел, погладить его? А я в участках его погладила, а он не кусается. Не кусается, конечно. Как ухаживать за змеей? Милане, зачем тебе змея, если у тебя Мотя есть? Как ухаживать за змеей? Папа, ты что, с ума сошел? Мотя, иди сюда. Настюша, что нам делать с Мотей? Видишь, котик не хочет никуда уходить. До Мотя.